Азартные игры опять в центре внимания. Казино в России запрещены. Везде, кроме специальных игровых зон. Но это физические казино с помещениями, игровыми столами, крупье. А вот онлайн-казино в интернете процветают. Министерство финансов России предложило запретить российским банкам переводить деньги россиян в онлайн-казино и букмекерские конторы. В черные списки будет поручено вести налоговые службы. Напомню, что игорный бизнес был запрещен в России еще в 2009 году. При этом организованы специальные зоны в Алтайском, Краснодарском, Приморском краях и в Калининградской области. До запретов в стране было 5000 игровых столов и 400 тысяч игровых автоматов. В Москве было 516 залов игровых автоматов и 30 казино. А вот, например, кинотеатров всего 140. Страну охватила игорная эпидемия. Играли не только люди обеспеченные, играли бедные. Просаживали свои скудные заработки, а потом на хлеб не хватал. Азартная игра стала абсолютно доступной. Автоматы стояли в торговых центрах, на улице. Такого нет нигде в мире. Сотни тысяч людей страдают игровой зависимостью. Это болезнь. У нее даже есть название – лудомания. Запрет игорного бизнеса в какой-то степени сработал. Но часть этого бизнеса ушла в тень. Лудоманы прекрасно знают, куда идти, где заветная потайная дверь. Игорные зоны, кстати, не получили бурного развития. Правда, говорят, этот бизнес энергично развивается в соседней Белоруссии. Ездят москвичи, близко и ехать удобно. Тем не менее, количество игроков снизилось. Убрали источники инфекции, и люди перестали заражаться. Теперь вот занялись источником заразы в интернете. Репортаж Георгия Алисашвили. Самое распространенное прикрытие для подпольного казино сегодня – это обычная квартира. Вы вполне можете и не догадываться, что у вас за стенкой отчаянные игроманы просаживают до полутора миллионов рублей в сутки. Незаконную точку в этом доме мы нашли несколько дней назад. Подозрений не было вообще. Абсолютно никаких. Тихая московская окраина. Неприметная девятиэтажка с нехорошей квартирой на втором этаже. Чужих там не жалуют. Просто так с улицы не зайдешь. Но мы попробуем найти тех, кто проведет среди таксистов. Именно они снабжают подпольное казино новыми клиентами за процент от вашего проигрыша. Долго искать не пришлось. Дорогу покажут. А не подскажьте, я просто ищу, где у вас в городе автоматы можно поиграть. По кнопкам подключать. Есть места. За полторы тысячи рублей и довезут, и проводят место, говорят, проверенное на себе. Есть в одном месте, да, там клуб. Там и бонусы попадают хорошие, и все одно другое. Но только со мной в месте надо заходить. Вы забыли там, да? Потому что я и играю. Таксист звонит администратору заведения и готовит легенду для меня. Алло, девочки, у меня места есть? Есть? Ага. Ну что, если что, ты мой друг, да? Да. На том конце дают добро, можно ехать. Для искателей легких денег это шоссе в никуда. Так, давай посмотрим, что у нас здесь. У нас все есть. Масло, молоко. Колбаса, я смотрю, еще осталось. У него все было. Авторитетный бизнесмен из Кирова Юрий оставил в казино целое состояние. Свое. Некогда самый богатый человек на районе 8 лет бомжевал. Такая злость на это. Ведь я потерял своих любимых женщин все-таки. Жена с дочкой так и не вернулись. Юрия выручил друг. Теперь он сам помогает игроманам в своем центре для бездомных. Ведь у них на всех одна история. Проиграл квартиру. Проиграл вторую квартиру. Зараза очень мощная. Это не просто зараза. Это эпидемия. Лудомания. Патологическая страсть к азартным играм. Болезнь. Но если в отчаянной погоне за удачей выпадает зеро, чаще всего пациента принимают не врачи, а полицейские. Криминальные сводки, как история болезни. В Челябинске разоренная игроманка устраивает погром в игорном зале. Мы с сестрой двое суток проиграли 531 тысяча. Вот на этом аппарате. Все деньги сюда увезли. Твари, поганые. Ничего не осторожней. Ты мне деньги эти вернешь. В Ростове-на-Дону игроман-должник похищает ребенка ради выкупа. Открывай багажник, а там ребенок. Ребенок закричал, да, она закричала. В Казани таможенник несет в казино 4 миллиона рублей из хранилища вещдоков. Во Владимире почтальон просаживает чужие пенсии в автоматы. А отчаянные пенсионеры придумали схему. Проигравшись в пух и прах, ложатся в больницу, чтобы продержаться до следующей пенсии. У вас там пенсия. Если бы у вас было что-то лишнее. Здесь уже просто на крыше съехали. Только и все. Поиграть легально в России можно только в специальных игорных зонах. Их всего 4. Ехать далеко и дорого. А подпольные игровые притоны всегда где-то рядом. Там играют всерьез. На последнее. Они и идут туда, в эти подпольные. Отдавая последнее, занимая деньги, получая кредиты. И люди загоняют себя в кабалу, из которой выбраться они уже не могут. И он, получая какую-то маленькую копейку, опять ее несет в игровой аппарат для того, чтобы получить куш. Это болезнь. Таксист подводит меня к дому. Там уже ждет проводник. Его задача довести клиента до квартиры. В кромешной темноте не видно ничего, кроме призывных огней автоматов. Администратор уверяет, тут многие не играют, а зарабатывают. А парни вон сидели, вообще в пенсии нормально ушли. В пенсии ушли? Да. Ну и сколько нормально? Ну, один на 15, второй на 17. 15 тысяч выиграл. Да, и второй на 17. В автоматы я играю впервые. И сейчас проверим, правда ли, что новичкам везет. Выезд на игорку. Так на полицейском сленге называют подобные рейды. Укрепленный, словно цитадель, подвал. Массивные металлические двери, кодовые замки, камеры наблюдения. Правоохранителей здесь не ждали. Сотрудники скромно прикрывают лица. Игроки наспех придумывают отговорки. Вы здесь играли в казино? Нет, я сидела, вот ела пирожок и пила сок. Сколько денег крутится в этом бизнесе, не скажет никто, но счет идет на миллиарды. В одном только Мурманске за прошлый год закрыли 60 подпольных казино. Тысячи одноруких бандитов списаны в утиль. В Иркутске автоматы стояли даже в похоронной конторе. По вечерам в зале с гробами и венками шла веселая жизнь. Да мы все братья просто, что собирались посидеть кофе попить. Пьют, кстати, не только кофе. Мини-бары в залах с автоматами есть почти всегда. Но то, что в бутылках, лучше не пробовать. Потеряешь не только деньги, но и здоровье. Риски, коньяк, водка. Вот в эти бутылки разливают вот такую жидкость. И, может, по сути говоря, травят своих клиентов. Мы зарегистрировались, перечислили деньги на счет такого казино. И спокойно, в привычном режиме, начинаем играть. Абсолютно те же самые игры, которые были на улицах до 2009 года. А чем это отличается? Разницы не видно? Абсолютно ничем не отличается. Только в это можно играть и дома. Интернет-казино открыты круглые сутки. Десятки способов оплаты. Разберется даже ребенок. И на входе никто не остановит. И спросить не с кого. Владельца за рубежом. Организаторов найти практически невозможно. Контроля со стороны государства здесь не присутствует. Обращались в Роскомнадзор через генеральную прокуратуру. Закроешь 100, 200. На следующий день откроется 300, 400, 500. Минфин предлагает Центробанку запретить переводы из России на счета онлайн-казино. Все же счет открыть сложнее, чем сайты. Рекламу которых в сети видел, пожалуй, каждый. Вот у нас тут уже пошел какой-то прикорм. Смотрите, вот 120 я уже выиграл. Нас уже начинают потихонечку прикармливать. В дему версии везет всем. Но живые деньги всегда оседают на дне виртуального автомата. Любое интернет-казино выплату сразу не производит. Ту сумму, которую даже вы если и выиграете, то она в подвешенном состоянии. Вы на нее можете играть дальше. В конечном итоге вы оставите там все, что выиграли. Обошлось без штурма. Оперативники приехали по нашему сигналу. Маски сброшены, ставок больше нет. Съемная трешка, две комнаты под автоматы, в третьей жили сотрудники. Ну а как игра-то? Ну вот я выиграю 20 рублей. 20 рублей я выиграл, между прочим. А проиграл уже почти 4000. Администратор, тот самый, который завлекал большими выигрышами, теперь нервно курит, раскрывая все карты. Ну где-то же надо работать. Вот, без выходности пошел зарабатывать деньги. Сам играл в автомат? Ну и доначок не надо. То есть сам-то не пошел бы играть? Никогда мне есть куда деньги тратить. А тратили здесь немало. Каждый автомат ведет учет проглоченных денег. Вот здесь мы видим статистику автомата за неполных 2 часа работы. От клиентов он получил 21 863,5 рубля. Причем на кнопку здесь нажимали больше тысячи раз. Второй сотрудник, именно он провел меня в квартиру, отворачивает лицо от камеры. Но спокоен. В тюрьму за такое сажают редко. А штраф 500 тысяч здесь никого не пугает. 70-100 тысяч. У тебя будет в аппарате в каждом. Вот за сутки. Грубо говоря, клуб со всем своим оборудованием. Да, даже если приедет, их закроют. Они отбивают все это свое имущество за день. Та самая улица, тот самый дом. Казино закрыто. Барные студии сиротливо стоят у подъезда. Тех, кто здесь работал, через день отпустили под подписку о невыезде. Даже несмотря на то, что один из них прежде уже привлекался по такому же делу. И как раз сходил под подпиской. Ну а мы на всякий случай решили позвонить по тому же номеру, который привел нас в эту квартиру. Подскажите, а можно сегодня у вас поиграть в автоматы? Алло, они, к сожалению, сейчас пока не работают. Они переехали в стопольники. Сейчас там пока все делают. Разместятся вам на беру. Георгий Алисашвили, Сергей Шилин, Виктор Швагерус, Вероника Козлова, Сергей Чивела. Воскресное время. Первый канал.